Привет, пилоты, с вами JetCatGames, я Илья Миндов-Клугунов, и это обзор обновления 0.5. Патч вышел знаковым, все этого давно ждали, и вот наконец в Хелеборн появился одиночный кооперативный режим. Это две сэндбокс-миссии с процедурно-генерируемыми заданиями, основанной на игровых сценариях операций МГУЕН и Косово. Играть можно одному, либо компанией до 4-х человек. Количество игроков выбирается в настройках боя, там же настраивается и уровень сложности. Пока это только первая версия, многое поменяется и дополнится. Скоро мы добавим новые типы заданий, в том числе с механиками, которых пока в игре нет, например спасательные миссии или тайные операции. Кроме того, мы работаем над сюжетной кампанией, но ее вы увидите только во время релиза. Другое крупное изменение – карта тренировочного полигона и режим тренировочных вылетов, где можно опробовать любой вертолет перед настоящим боем. Сделать такой вылет можно из ангара или из меню отрядов. Ну и конечно новые вертолеты. Первый – К-226, легкий разведчик 4-го поколения. У него нет оружия, кроме оборудования для арт-корректировки, но есть бортстрелки, которые стреляют, если в вертолете есть по меньшей мере 2 солдата. Второй – тяжелый американский транспортный вертолет HH-53, который вмещает 32 солдата. У него тоже нет оружия, кроме бортстрелков с пулеметами калибра 7,62 и 12,7, в зависимости от модификации. Он доступен на втором, третьем и четвертом поколении. И еще мы основательно переработали Чуйнук и превратили его в штурмовую версию Ганза Гоу Гоу. Он стал полезнее в бою, получил двух дополнительных бортстрелков, но меньше десанта – только 10 человек. И попрощайтесь с Коброй Джей во Вьетнаме, теперь она полностью перенесена в третье поколение. Больше никаких сайдвиндеров на Гуене. Об остальных изменениях, среди них много балансных, читайте в нашей официальной группе ВКонтакте, ссылка будет в описании. И обязательно расскажите, понравился ли вам патч. На этом все, увидимся в игре, пока!